Сандаловое дерево В лепестках лилий, вырезанных по углам, собралась пыль. Дерево имело золотистый отблеск, как бы воспоминание о закате. «А что вы думаете об этом, мой дорогой друг?» — просила мадам, продолжая указывать на шкафчик. Старосвященник склонил голову. «Может быть и так. Бог очень добр», — мягко произнес он. Но парень не совсем уверен в том, во что он верит. Тот давний зимний день гиацинт был совершенно уверен в одном. В мастерской было очень холодно, в ней не было огня, и когда наступила ранняя темнота, зажглась только одна маленькая лампа. Инструменты были такими холодными, что обжигали пальцы, а ноги замерзали. И он неуклюже притоптывал в стружках, чтобы согреть их. Это был с муглолицей, с тусклыми глазами неуклюжий парнишка лет четырнадцати, до которого никому не было дела. Он был неуклюжим, потому что невозможно быть грациозным, когда растешь очень быстро, а еды не хватает. Глаза его были печальными, потому что все взгляды, брошенные на него, были холодными. Им никто не интересовался, потому что никто не знал красоты его души. Его тяжелые молодые руки могли прекрасно вырезать птиц и цветы. В этот зимний вечер он как раз раздумывал, не отложить ли ему инструменты и не прокрасться ли домой на холодный чердак, где он спал. Вдруг он услышал голос Пьера, кричащего снаружи. «Быстрее! Быстрее! Открой дверь! Лентяй! Это я, твой господин!» «Сейчас! Мой господин!» – ответил гиацинт, заковылял к двери и открыл ее. «Как черепаха!» – пробубнил Пьер и, проходя мимо гиацинта, ударил его кулаком. Гиацинт потер голову и ничего не сказал. Он привык к побоям. Парнишка недоумевал, почему его хозяин в это время дня находится в мастерской, а не пьет бренди в замках Синк. У Пьера под мышкой был небольшой тяжелый сверток, завернутый в мешковину, затем в холст, а затем в тонкую мягкую ткань. Он положил его на кучу стружек и осторожно развернул. Сладостный аромат заполнил темный сарай и тяжело повис в тонких зимних лучах солнца. «Это кусок дерева?» – медленно и удивленно произнес гиацинт. Он знал, что такого дерева никогда не видели в терминезоне. Пьер почтительно потер дерево своими узловатыми пальцами. «Это сандаловое дерево!» – объяснил он гиацинту. Гордость познания делала его более дружелюбным. «Самое ценное дерево, которое растет в теплых странах!» «Понял?» – глупец. «Понюха его!» «Оно душистее кедра! Из него нужно сделать шкаф для старой мадам в большом доме!» «Да, мой господин!» – уныло произнес гиацинт. «Твои большие руки придадут форму!» «Я отшлифую дерево!» «Глупец! А я сделаю его красивым!» – сказал Пьер, выпитив грудь. «Да, господин!» – смиренно ответил гиацинт. «А когда он должен быть готов для мадам?» «Мадам, возможно, захочет его на следующей неделе, к Рождеству!» «И он должен быть закончен и готов к святому празднику!» «Слышишь?» «Бездельник!» И он яростно дернул гиацинта за ухо. Гиацинт знал, что изготовление шкафа ляжет на него, как и большая часть другой работы. Когда Пьер ушел, он прикоснулся к странному сандаловому дереву и прижался к нему щекой. От пряного аромата у него перехватило дыхание. «Какое оно прекрасное!» – произнес гиацинт, и на мгновение его глаза засияли от счастья. Затем свет померк, и, понурив голову, он поплелся обратно к своей скамье сквозь кольца белых стружек, поднимавшихся почти до колен. «Мадам захочет шкаф к Рождеству!» – повторял про себя гиацинт и принялся за работу еще усерднее. В сарае было так холодно, что его дыхание повисало в воздухе, как маленькое серебристое облачко. Справа от него было крошечное окошко, через которое, когда не было мороза, можно было смотреть на терминизон. Тогда ему становилось весело, и он принимался насвистывать. Но слева, сквозь щель плохо пригнанной двери, не было, видимо, ничего, кроме леса и дороги, спрятавшихся под снегом. Брэнди в замках Синг было заманчивым. Пьер дал гиацинту множество указаний, и на этом вся его работа со шкафом заканчивалась. «Это должно быть закончено для мадам к празднику!» «Глупец!» – говорил он каждый день, ударяя гиацинта по голове. «Закончено! И с резьбой по углам! Слышишь, лентяй!» «Да, господин!» – отвечал гиацинт своим протяжным тоном. «Я постараюсь закончить, но если я буду торопиться, то могу испортить его!» Маленькие глазки Пьера блеснули злыми огоньками. «Смотри, чтобы это было сделано, и сделано правильно! В эти дни я страдаю от слабости. У меня дрожат руки, так что я не могу твердо держать инструмент. Я должен доверить эту работу тебе, лентяй! Встань и прикоснись рукой к своей шапке, когда я говорю с тобой, ленивый червяк!» «Да, господин!» – устало произнес гиацинт. «Трудно выполнять свою работу и быть битым в придачу. А четырнадцать – это не так уж и много!» Гиацинт работал со шкафом с медленным и изысканным мастерством. Но в канун Рождества он все еще работал, а шкаф не был закончен. «Козяин побьет меня!» – подумал гиацинт и слегка задрожал. Избиения Пьера были жестокими. «Ну, если я потороплюсь, то испорчу дерево, а оно слишком красиво, чтобы его можно было испортить». Когда Пьер вошел в мастерскую, гиацинт снова задрожал, встал и дотронулся до шапки. «Закончен ли шкаф, лентяй?» – просил Пьер. «Нет, господин, он еще не закончен», – тихо ответил гиацинт. «Тогда работай над ним всю ночь, а утром покажешь мне его законченным. Иначе твои кости будут оплакивать твою праздность», – сказал Пьер, злобно глядя своими маленькими глазками. Он ушел, заперев гиацинта в сарае с дымной лампой, инструментами и шкафчиком из сандалового дерева. А в этом не было ничего необычного. Его и раньше часто оставляли на ночь, чтобы закончить какую-нибудь работу, в то время как Пьер уходил к своему бренде. Но это был сочельник, и он очень устал. Даже запах сандалового дерева не мог заставить его вообразить, что ему тепло. Мир казался черным местом, полным страданий и отчаянь. «Во всем огромном мире у меня нет ни одного друга», – произнес гиацинт, глядя на пламя лампы. «Эх, в целом мире нет никого, кому бы было небезразлично, живу я или умер». «Во всем мире нет для меня места, нет сердца, нет любви. Господи, есть ли для меня место и любовь в другом мире?» «Я надеюсь, вам очень жаль одинокого, замерзшего и запертого в мастерской накануне Рождества гиацинта. Он был всего лишь несчастным ребенком-подростком. Я думаю, вместе со старой мадам, что для несчастных детей в это время года для Веры никакая помощь не кажется слишком божественной». «Никому до меня нет дела», – вздохнул гиацинт. Он даже посмотрел на резец в своей руке, думая, что одним его прикосновением он может прекратить все это и обрести покой где-нибудь неподалеку от Бога. «Ай, только это было запрещено!» Полились слезы, и кромкие рыдания сотрясали его так, что он едва услышал тихое дребезжание щеколды. Спотыкаясь, он подошел к двери, открыл ее и увидел неподвижный лес и яркие звезды. Снаружи в снегу стоял парень. «Я вижу, ты работаешь допоздна, друг», – сказал он. «Можно я войду?» Гиацинт провел истрепанным рукавом по глазам и кивнул. «Да». Маленькие деревушки, растянутые вдоль большой реки, иногда видят странных путников. Гиацинт подумал про себя, что, несомненно, это был один из них. Глянув в глаза незнакомца, он на мгновение потерял первое впечатление молодости и видел перед собой страдальца полного печали. Но глаза странника были спокойны, очень спокойны, как маленькие озерца в лесу, куда приходят пить дикие животные. Когда он повернулся к двери, улыбнувшись гиацинту и стряхивая снег с шапки, ему было не больше шестнадцати или около того. «На улице очень холодно», – сказал он. «На краю поляны стоит большой дуб, который раскололся от мороза и напугал всех спящих там маленьких белочек. В следующем году он станет для них еще лучшим домом. Посмотри, что я нашел рядом с ним». Он разжал пальцы и показал гиацинту маленького воробья, неподвижно лежащего на его ладони. «Бедняжечка!» – печально произнес гиацинт. «Бедняжка! Он мертв?» Парнишка осторожно коснулся его указательным пальцем. «Нет!» – ответил незнакомец. «Он живой! Мы положим его здесь, среди стружек, недалеко от лампы, и к утру он снова придет в себя». Он снова улыбнулся гиацинту. Неуклюжий юноша смутно почувствовал, как запах сандалового дерева стал слаще, а пламя ярче. Но глаза незнакомца были спокойны. «Ты издалека?» – просил гиацинт. «Сейчас неподходящее время для путешествий, и волки бродят вокруг». «Издалека!» – ответил гость. «Я проделал долгий-долгий путь. Я услышал плач ребенка». «Здесь нет детей», – возразил гиацинт. «Господин Пьер говорит, что дети очень дорого обходятся. Ну, если ты пришел издалека, то тебе нужны еда и огонь. А у меня нет ни того, ни другого. В замках Синг ты найдешь и то, и другое». Незнакомец снова посмотрел на него своими спокойными глазами, и гиацинту показалось его лицо знакомым. «Я останусь здесь», – сказал он. «Ты задерживаешься с работой и очень несчастен». «Что касается этого», – ответил гиацинт, потирая щеки и стыдясь своих слез. «В большинстве случаев в то или иное время я печален», – видит Бог. «Оставайся здесь и добро пожаловать, если тебе это угодно. Я поделюсь с тобой моей постелью. Хотя это не более, чем куча веток, бальзама и старое одеяло на чердаке. А я должен работать над этим шкафом. Ящики должны быть закончены, ручки прикручены, а углы вырезаны. Все это к святому утру. Эх, иначе мое жалование будет выплачено палкой». «У тебя жестокий хозяин», – заметил гость, «если он на праздник Рождества платит тебе побоями». «Он достаточно суров», – сказал гиацинт. «Но однажды он угостил меня сосисками, а однажды летом дыней». «Эх, если я не усну, то к утру это закончу. Побудь со мной часик-другой, товарищ, и расскажи мне о своих путешествиях, чтобы время пролетело побыстрее». Пока гиацинт работал, он рассказывал о солнечном свете и грозе, о тени виноградных листьев на плоских белых стенах дома, о розовых голубях на крыше, рассказывал о цветах, которые появляются весной, о колокольчиках, о малиновых, синих и белых цикламенах в тени скал. Поведал об олеандре, мирте и миндале, пока пальцы гиацинта не перестали работать, и его сонные глаза удивленно заморгали. «Посмотри, что ты наделал, друг», – сказал он наконец. «Ты рассказал мне о таких красивых вещах, что в течение часа я почти не работал, и теперь шкаф не будет закончен, и я буду избит». «Позволь мне помочь тебе», – улыбнулся гость. «Я тоже был воспитан плотником». Сначала гиацинт не хотел, боясь выпустить сандаловое дерево из своих собственных рук. В конце концов, он позволил незнакомцу заняться одним из ящиков. Это так ловко было сделано, что гиацинт в восхищении застучал кулаками по скамье. «У тебя неплохая сноровка», – воскликнул он. «Мне показалось, что ты только мгновение подержал ящик в руках». И он прыгнул на свое место. «Позволь мне это делать другие ящики, пока ты немного отдохнешь», – сказал незнакомец. Гиацинт свернулся калачиком среди стружек, а другой парнишка принялся за работу над небольшим ящичком из сандалового дерева. Гиацинт был очень уставшим. Он лежал неподвижно среди стружек и думал обо всем, что рассказывал ему незнакомец. О цветах на склоне холма, о смеющихся листьях, о золотом цветении аниса и золотом солнце на дорогах, пока не согрелся. А все это время парнишка со спокойными глазами работал над шкафом, вырезая, подгоняя, полируя. «Ты работаешь лучше меня», заметил Гиацинт. Незнакомец ответил, «Меня учили с любовью». И снова Гиацинт сказал, «Приближается утро. Через некоторое время я встану и помогу тебе». «Лежи спокойно и отдыхай», возразил незнакомец. Гиацинт не возражал. Его мысли начали погружаться в сны. И он проснулся, слегка вздрогнув. В мастерской, казалось, звучала музыка, хотя он не мог сказать, исходила ли она из уст гостя или от инструментов, которыми он работал, или от звезд. «Звезды гораздо бледнее», подумал Гиацинт. «Скоро наступит утро, а углы еще не вырезаны. Я должен встать и помочь этому доброму человеку. Только музыка и аромат, кажется, окутывают меня так, что я не могу пошевелиться». Затем за лесом засияло бледное зарево рассвета, и в терминезоне зазвонили церковные колокола. «Скоро наступит день», подумал Гиацинт. «А с ним придет и господин со своей палкой. Я должен встать и помочь, потому что углы еще не вырезаны». Незнакомец посмотрел на него, улыбаясь с любовью, и легонько коснулся коричневым пальцем четырех углов шкафа. Гиацинт увидел, как углы красноватого дерева колышутся, вздымаются и ломаются, как маленький убычка, когда ветер проносится по небу. Из них высунулись маленькие птички, а за ними на мгновение ожившие лилии. Как раз в тот момент, когда Гиацинт смотрел, они снова опустились и превратились в сладкую красновато-коричневую древесину. Затем незнакомец снова улыбнулся, разложил все инструменты по местам и, открыв дверь, ушел в лес. Гиацинт медленно подкрался к двери. Зимнее солнце, наполовину взошедшее, наполнило весь морозный воздух великолепным золотом. Где-то далеко на дороге среди этого великолепия казалось, двигалась фигура. Великолепие было таким ярким, что ослепило Гиацинта. У него перехватило дыхание, когда свет упал на жалкий сарай. На стружке и на шкаф с маленькими птичками и лилиями, вырезанными по углам. Он был слишком чист сердцем, чтобы бояться. «Благословен Господь!» прошептал Гиацинт, сжимая свои медленные руки. По он посетил и искупил свой народ. Но кто этому поверит? Наступил день Христово Рождества и взошло великолепное солнце. Маленький воробей вышел из своего гнезда среди стружек и взмахнул крыльями к свету. Каплисота. Слушай и назидайся.